приветствую вас на моем канале меня зовут Лилия Донскова в последнее время мне часто предлагают попробовать продукцию разных компаний как зарубежных так и российских я всегда соглашаюсь потому что мне интересно получить личное впечатление от продукции и есть такая продукция которая мне не нравится и есть та которая нравится и я вам всегда об этом честно рассказываю недавно мне прислали целую посылку компания Экобокс это российская компания и она производит продукцию для волос лица и тела я уже попробовала все и вам расскажу что понравилось а что нет приступаем переместились к воде чтобы мне удобно было вам все показывать рассмотрим баночки вот такие простые лаконичные ведерки на самом деле для меня такая упаковка неудобная я больше люблю чтобы были тюбики с дозаторами но я так понимаю что такая упаковка она сейчас во-первых модная во-вторых она более простая и доступная не удораживает продукт так вот тут этикетки и есть такая этикетка меня можно сдать на повторную переработку вместе с этикеткой тоже замечательно смотрите как открываются баночки есть на каждом ободочке вот так нажимаем если можно совсем оторвать вот эту туклу если не отрывается то я просто на нее нажимаю и поддеваю пальцем крышку так открываем первый продукт это шампунь шампунь с ментолом пахнет реально просто прям вот прям ментол ментол я уже шампунь попробовала он действительно очень густой отлично промывает волосы волосы долго не жирнятся то есть если посмотреть у него такая вот прям консистенция очень густая как смола прям как мед вот так бы я сказала пахнет как жвачка из детства ментоловая вот так я попробовала покажу вам давайте немножечко покажу как он пенится то есть вот создается такая мягкая нежная пенка которая прекрасно промывает волосы и хорошо смывается также с волос по крайней мере для моих волос шампунь оказался очень комфортным потом я попробовала бальзам с ментолом мне конечно аромат очень нравится бальзам для волос густой и маска но что я хочу сказать что после применения этих продуктов маска с кокосовым маслом но сильно кокосом не пахнет то есть такой просто приятный аромат что я хочу сказать что после масок у меня все равно пришлось волосы смазывать маслом я специально использую отдельное масло для волос потому что просто с этой маской волос не получился таким гладким и не дало легкое расчесывание то есть маска хорошая но дополнительные средства все равно нужны для того чтобы волосы были более такие ухоженные красивые и самое главное еще хорошо расчесывались далее я попробовала скрабы у меня здесь два скраба один натуральный скраб с кокосом кстати компания мало использует компонентов своей продукции экзотических в основном старается использовать компоненты которые произрастают на территории россии и так скраб смотрите здесь прям вот соль я даже попробовал на вкус соль соленая самое натуральное и кокосовое масло я так понимаю в составе то есть соль сыпучий продукт наносить нужно сразу на мокрую кожу сейчас я включу воду то есть мы наносим на мокрую кожу да конечно большая большая часть осыпается поэтому нужно брать небольшими порциями может быть даже сразу влажными руками и делать такое вот скрабирование соль она в принципе всегда приятная я и в бане использую зачастую соль для того чтобы прокатать тело все сделать и очищение и такая оздоровительная процедура но я бы так сказал что вес одной баночки 120 миллилитров по-моему да давайте посмотрим да объем 120 миллилитров стоимость одной банки в пределах где-то 300 рублей в зависимости от того какой вы сайт выбираете есть например на озоне самые высокие цены то есть там где-то стремится цена к 400 рублям в основном везде на wildberries в пределах 300 то есть я считаю как бы дороговато для баночки соли с кокосовым маслом такой вот ценник далее скраб для тела кофе и апельсин мне этот скраб очень напомнил скраб от компании реше который мне тоже присылали на обзор конечно невероятно вкусный аромат и у того и у другого скраба но он тоже очень сухой здесь вот масло это понимаю тоже соль соль и измельченная кофе когда его берешь руку давайте опять же помучаем мою руку я беру в руку да сыпется то есть продукт он сыпучий если его сразу то есть я начала наносить на кожу я всю ванну усыпала этой смесью очень вкусно пахнет очень вкусно но тоже такой скраб элементарная как бы делать в домашних условиях взять соль масла разные на ваш вкус и кофе измельчить да то есть вот измельченный кофе какой эффект за счет того что масла в составе скраба кожа сразу становится гладкая вот видите все потом отмывать ванную пришлось очень долго поэтому я конечно такими скрабами не балуюсь мне не нравится эффект что вот все это испачкана везде все засыпано просто гладкая кожа за счет масел но я не могу сказать что у меня возникло ощущение чистоты скорее усиливается кровообращение и масла питают кожу но все-таки захотелось да как-то больше больше очищения больше сначала как-то помыться потом уже скрабироваться и увлажняющий питательный крем для рук с облепихой тоже целая ведерко крема но опять же мне неудобно то есть надо открыть банку залезть пальцем взять крем закрыть банку мне удобно тюбики чтобы было комфортно и приятно намазала и все но опять же это на любителя кто-то любит такую упаковку да сейчас это модно и интересная но мода она проходящая все пройдет по качеству крем понравился он такой прям приятный хорошо питает не оставляет ощущение липкости вот я сейчас достаточно много крема нанесла а он достаточно быстро впитается то есть я уже делала несколько раз пробовала крем достаточно прям приятный вот что еще вам сказать завершение пробуйте конечно если вам интересно я ссылки на сайт оставлю в описании под видео вы можете зайти посмотреть все почитать информацию и если что-то захотите то конечно же приобретайте желаю вам всего самого доброго и до новых встреч если видео полезное пишите в комментариях отзывы свои впечатления если пробовали продукцию подобного плана и конечно же лайк пока пока